Спасибо, что разрешили. Мог бы, прям вот в ножки поклонился бы. Слушайте, я реально не знаю, как на это адекватно реагировать. Вот серьезно. Но вы же не будете выталкивать человека с инвалидным креслом из автобуса? Наверное, нет. Хотя он же занимает больше места. Привет, просветители. А хорошая неделька выдалась. Ксения Собчак берет интервью у скопинского маньяка, в котором он заявляет, что ему опять нужно заняться одной из своих жертв. Петербургские этажи вызывают стражей правопорядка и 20 подростков с аниме-сходки отправляются в полицию за участие в массовом мероприятии, пропагандирующем однополые отношения и субкультуру аниме. Субкультуру аниме пропагандируют. Понимаете? Но подробные разборы этих новостей вы, скорее всего, и без меня получите. Вопросы-то актуальные. Сегодня же я хочу поговорить с вами на тему, которая, судя по постоянно появляющимся сообщениям, вообще не знакома нашим гражданам. Вот только из последнего. В городецком районе из автобуса со скандалом выгнали слепого мужчину, который отказался оплачивать проезд своей собаки-поводыря. Инвалиду пришлось в метель час стоять на остановке в ожидании следующего маршрута. 21 февраля в Уфе женщину с инвалидностью первой группы по зрению не пустили на рейс в Лондон с собакой-поводырем. Она заранее согласовала поездку как с компанией Аэрофлот, так и с английской стороной. В той же Уфе незрячую женщину с дочерью выгнали из автобуса. Причина? С ними была собака-поводырь. Представляете, слепой человек передвигается с собакой-проводником. Да где это вообще слыхано? Совсем обнаглели? Вроде незрячие-незрячие, а тоже в автобус лезут. Он так на меня наехал, так на меня наорал вообще, кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы. По ее словам, водитель не успокоился, пока она не показала паспорт собаке и не пригрозила жалобой в прокуратуру, а также кричал, что никуда не поедет, пока пассажирки с собакой не выйдут. К тому же, когда я попросила водителя представиться, он с ухмылкой сказал, мол, если обратишься в полицию, там и узнаешь. Какой милый водитель-юморист! Самое то перед слепой женщиной в остроумии соревноваться. На Камчатке местного жителя с инвалидностью по зрению не пустили в кафе с собакой-поводырем. Администратор отказался его обслуживать и не отреагировал на то, что мужчина показал ему документы, подтверждающие его статус человека с инвалидностью. Посетитель вызвал полицию, но и сотрудники не смогли убедить администратора пропустить гостей. А на этом видео два инвалида из Ульяновской области пытаются доказать, что имеют право пройти в автобус с собаками-поводырями. Забавно, что охранники автовокзала, вот этот момент подчеркнем, знают, что по закону их снимать нельзя. А вот то, что собака-проводник имеет особый статус, об этом они, увы, не слышали. Удобно, правда? У каждого свой закон. Скажите, пожалуйста, у каждого свой закон. Не у каждого свой, у Российской Федерации один закон. Гениальная фраза, подходящая просто к любой ситуации. У каждого свой закон. Можно громкие аплодисменты? Пожалуй, хватит. Думаете, это самая гениальная фраза, которую может услышать слепой человек от товарища, незнакомого с нормативными актами в своей же сфере? А как вам предложение провозить собаку в клетке? Собака, помогающая человеку нормально передвигаться, должна ехать в клетке. Типа, логика? Наверное, именно там животное сможет реализовать все эти функции, из-за которых оно имеет особый статус. Да пусть вообще своего песеля в рюкзаке за спиной носят. Как сказал водитель, правила перевозок предписывают, что собака должна быть в клетке. На что я ответила, что собака-поводырь по роду службы не может быть в клетке. Я начала доставать документы. Но он не обратил на это внимание и опять сказал, что без клетки нельзя. Мы вынуждены были выйти. Хочется отметить замечательную работницу магазина, заявившую слепой женщине, что ей здесь не место. Пусть зрячие для нее продукты покупают. Клиентоориентированность. Собака-поводырь жмется к хозяину. Ее не готовили к тому, что окружающие могут напасть на незрячего. Но ради 30 рублей за проезд кондуктор готова вцепиться и в инвалида, и в пса, и в других пассажиров, которые снимают скандал на телефон. Что записано? Да. Вот еще и написано. По-моему, я тоже попереду с девушкой. Кондуктор напала на Рината Шайдулина и его подругу как раз после того, как незрячий проводил лекцию о собаках-поводырях для кондукторов. Вы вообще абсурдность этой ситуации себе представляете? И принимал извинения от другой представительницы этой профессии. Она напала на незрячего всего пару дней назад. Руководство компании-перевозчика решило признать свою вину после того, как эти слова услышала вся страна. Она назвала меня нищебродом, сказала, что если у меня нет денег, зачем я так в принципе катаюсь в транспорте, если я не в состоянии оплатить за собаку? Зачем мне вообще собака нужна? Что я вообще тут делаю? А мы тебе сейчас руки-ноги приломаем, выкинем тебя из автобуса как мусор. Скажите, пожалуйста, а что в голове у тех людей, которые так ведут себя с незрячим человеком? Их людьми точно можно назвать? Вот блин, собака у меня оказывается. Пусть попробуют так пальцы позаламывать не перед собакой-поводырем, на минутку полностью лишенной агрессии, а около бойцовского пса. Продолжим буквально через минуту, а то у меня просто мозг закипает. Надеюсь, хоть кто-то из зрителей обращает внимание на постоянно меняющиеся на заднем плане настолки в моих видео. Вы же замечаете? Хобби это далеко не самое дешевое, поэтому если появляется возможность сэкономить, это всегда плюс. С 29 марта по 2 апреля Алиэкспресс празднует свой 11 день рождения. И в честь этого устраивает большую распродажу со скидками на все товары, в том числе на телефоны и другие гаджеты. Кэшбэк-сервис Letyshops всегда готов поддержать вас горящим кэшбэком на большие распродажи. Этот раз не исключение, а кэшбэк увеличили аж до 15%. Активировать можно на главной странице, после чего переходите в магазин с сайта Letyshops. А среди тех, кто вернет кэшбэк с покупок на Алиэкспресс, разыграют 11 айфонов 12 Pro Max. Одна покупка с кэшбэком, один билет. Я уже отобрал для себя товары и добавил в корзину. Все то, что сделает мои настольные игровые вечера незабываемыми. Машинка для автоматического перемешивания карт, набор металлических монет, органайзер для аккуратного хранения моего карточного добра, просто потрясающие игровые кости ручной работы и еще парочка мелочей. Жалко только друзей, чтобы играть во все это в корзину добавить нельзя. Не забудьте и вы порадовать себя покупками с выгодным кэшбэк-сервисом Letyshops. Мне очень хочется верить, что все это происходит не из-за синдрома вахтера и потому, что люди пытаются доказать свою значимость на человеке априори, находящемся в более уязвимом положении, а исключительно по незнанию. Ведь давайте скажем честно, инвалиды и их проблемы не частые гости в нашем медиапространстве. Для большинства собак-поводырь это просто собака. И какое еще особое положение. Для нас из этой всего слета, я только единственное, что для меня полезно, это то, что с вами нельзя разговаривать. Как вы теперь, после того, что вы сказали, как теперь с такими вот взрячими пассажирами, как вас себя вести? Пусть катаются. Спасибо, что разрешили. Мог бы, прям вот в ножки поклонился бы. Слушайте, я реально не знаю, как на это адекватно реагировать. Вот серьезно. А теперь образовательная минутка. Образовательная минутка со стоповым. Я, конечно, сомневаюсь, что этот ролик посмотрят все те водители, кондукторы и охранники, но возможно это видео позволит кому-то из вас поддержать слепого человека в сложной и вроде как спорной ситуации. Хотя по факту ничего спорного в ней нет. Потому что пассажиры, помогающие кондуктору буквально вышвыривать человека с собакой, увы, не редкость. Ну а че он задерживает движение? Основание для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры для владельцев собак-проводников. Вот основание для, заметьте, все еще бесплатного. Провоза собак-проводников в наземном транспорте и городском наземном электрическом транспорте. Кстати, если вы видите, что в толпе людей бродит собака-помощник, ее можно отличить под специальному знаку и заглядывать всем в глаза, это значит, что где-то рядом находится ее хозяин и ему нужна помощь. И да, бояться такую собаку тоже не нужно. Агрессивные животные никогда не смогут стать поводырями. Естественно, с проблемами, далеко не всегда связанными с незнанием законов, сталкиваются не только инвалиды по зрению. Одним из самых замечательных вопросов, неизменно появляющихся под немногочисленными материалами об инвалидах, безусловно, является шедевр... А зачем инвалидам какая-то особая городская инфраструктура? Они же в основном дом сидят. А мысль, что человек оказывается по факту прикован к своей квартире именно потому, что в городе нет никаких условий. Не, это мы не проходили, это нам не сдавали. Парам-пам-пам. Им просто дома нравится сидеть. Забавно наблюдать, как надуманные проблемы ограниченного количества людей оказываются вполне себе серьезными. Стоит только получить травму ноги. Никому, естественно, не желаю. Или, что еще забавнее, просто выйти на улицу с детской коляской, и мир тут же заиграет совсем другими красками. Правда, они самыми яркими. Пожалуй, самая злая ирония, это когда сначала с диким пафосом наконец-то открывают пандус. Вот она, доступная городская среда. А потом, через пару дней наблюдаешь, как обычную коляску, мы сейчас даже не об инвалидах говорим, все еще продолжают затаскивать по ступенькам. Потому что пандус сделан так, что проще сразу тебе шею сломать. А вы заметили, как много в Европе инвалидов? Слава богу, у нас нация здоровая. Серьезно, если выйти на улицу европейского города, шанс встретить человека с собакой-поводырем или человека в коляске гораздо выше. Но совсем не потому, что у нас в стране нет инвалидов. Они просто не могут в центр города попасть. Студенты некоторых архитектурных факультетов на загнивающем западе уже на первом курсе проверяют доступность разных городских точек для людей с особыми потребностями. Понимаете, мысли о том, что город должен быть удобным для всех, закладывается сразу же. Некоторые же наши товарищи не только смотрят на человека с собакой-поводырем как на восьмое чудо света, ладно бы только это, так еще и с радостью помогут вытолкать нарушителя, потому что ему здесь с этой псиной явно не место. Очень важно, чтобы разговор об инвалидах не скатывался грустным улыбкам и лицемерной жалости. Здесь не жалеть нужно, а помогать. Хотя бы информационно. А если не можешь или не хочешь помочь, твое право, никаких претензий. Хотя бы не мешай. Получи тот минимальный уровень знаний о тех же собаках-поводырях, которые по большому счету, с точки зрения бумаг, ну ничем особо не отличаются от инвалидного кресла. Но вы же не будете выталкивать человека с инвалидным креслом из автобуса? Наверное нет. Хотя он же занимает больше места. Так вот, получи тот минимальный уровень знаний, особенно если они непосредственно касаются твоей профессии, который позволит себе не вести себя как, простите, говно. Парам-пам-пам. А неудачные дубли со съемок этого ролика вы можете найти в моем инстаграме.